Одесской области исполняется 81 год. Все это время наш регион считался хлеборобным краем и ключевым морским узлом. Как прожила этот солидный возраст Одесская область и что ожидает ее в будущем, интересовался Денис Соколов. Территория современной Одесской области всегда была лакомым кусочком для многих государств, утверждает замначальника отдела информации Одесского областного архива Степан Желясков. Всего лишь 50 лет со дня создания понадобилось городу Одессе и Одесской области, чтобы превратиться из неосвоенной территории в один из важнейших регионов Российской империи, а в дальнейшем и всего Советского Союза. Сейчас Одесская область – наибольшая по площади область Украины, с самой длинной приграничной приморской территориями. Расцвет Одессы как административного центра, если судить по тому периоду до сегодняшнего дня, был в прошлом. Ну, и он был в досоветский период. Потому что Одесса не зря, это не легенда, это не миф. Одесса на самом деле была, по сути, третьей столицей огромнейшей Российской империи. 39 лет существования порта Франка, свободной беспошлиной торговой зоны Одесского порта, Одесса превратилась из провинциального городка на берегу моря в мощный экономический центр. Не отставала от своего центра и область. За советский период существования регион обзавелся семью портами и стал настоящей житницей Украины. За годы независимости в области неоднократно собирали урожаи по 3 и более миллионов тонн зерна. А по объемам перевалки порты Одессы и сейчас являются рекордсменами. Хотелось бы, чтобы больше было экономической, конечно, прежде всего экономической свободы, что отразится и на бюджете области, и на нашем с вами благосостоянии. За всю свою историю Одессина показала фантастическое умение быстро развиваться и восстанавливаться после ударов как природных катаклизмов, так и военных конфликтов. Естественно, в таких случаях помогали легендарные руководители и градоначальники, такие как Ришелье, Воронцов, Дерибас. Юрий Веселых, Денис Соколов, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».